Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи и сегодня у нас в преддверии товарищеского матча сборной Германии, сборная России и будем проводить симуляцию в PS19, так как я смог засунуть Ари в состав сборной России и немножко пошаманил. На эту встречу сборная России выйдет в весьма экспериментальном составе, не будет Артема Дзюбы, как я уже говорил выйдет Ари с первых минут скорее всего, также не будет Головина, Черышо, всех тех ребят, которые блистали на чемпионате мира. Ну и сборная Германии, я честно скажу, не знаю в каком она составе подойдет на этот матч, да и в принципе эта товарищеская встреча не так важна, здесь я думаю тренеры будут просто смотреть своих футболистов, а не стараться показать какие-то мощные составы на поле. Ну а вы друзья пишите в комментариях, как вы считаете закончится эта встреча, также не забывайте поддерживать видео лайком, ну и давайте посмотрим как в нашем PS прогнозе сыграют эти команды, погнали. Вот сейчас сразу очень неплохая передача на Ерохина, перебрасывал он Нойера, еще один удар будет, Ерохин, нет, здесь все-таки Нойер опережает, очень неплохой момент у сборной России, Ерохин был близок, но мне кажется так легко Нойера не переиграть. Сборная Германии в атаке, передача на Вернера и тут защитники сборной России не без паники, но справляются. Подача слева и здесь пытался Вернер переправить мяч головой в ворота, но у него это не получилось и будет удар от ворот. Хорошая стеночка Миранчука и Ари, Ари выходит один на один, тоже пытается перебросить Нойера, но... Этот переброс мяча оказывается неточным и здорово, здесь отыгрался Ари и Миранчук, по-моему, и накрывал уже защитник сборной Германии Ари, но тот все равно пытался пробить и... По ударам 2-3 в пользу сборной России. Ну а вот и гол, друзья, наконец-таки сборной России забивает и это все тот же Александр Ерохин, который в начале встречи был близок к тому, чтобы забить Нойеру первый мяч. Ну а вот сейчас, наконец-таки, гол все же состоялся и давайте посмотрим повтор, как же это было. Под занавес первого тайма сборной России выходит вперед. Ари на углу штрафной отыгрывается с партнером пас в центр. Миранчук бьет по воротам, который блокирует защитник сборной Германии. Мяч отскакивает к Ерохину и тот уже со второй попытки смог переиграть в сегодняшнем матче Нойера 0-1. И снова здорово, это уже Газинский набирает ход. Отыгрывается Сари, Миранчук. Разворачивается, ну же, удар в дальний рядом со штангой. Пытался все очень красиво сделать Миранчук, но чуть-чуть не получилось. Начинается второй тайм и, казалось бы, сборная Германии больше владела мячом. Марк Ройс появляется вместо Дракслера, но, тем не менее, сборная России создавала моменты и под конец первого тайма смогла забить гол. Подача Марка Ройса не получается пробить у футболиста сборной Германии. На коротке Ионов, снова Ари. Ионов, прострел, удар по воротам и 2-0, друзья. Это Миранчук. В первом тайме он попал в защитника, ну а здесь уже его увидели партнеры. Совершенно одного в центре штрафной. И защита сборной Германии просто не может сдержать натиск российской сборной. Очень здорово здесь разыграл Ари и Ионов. Ионов увидел в центре Миранчука и счет становится 0-2. Ари с мячом на правом фланге. Один в один пытается обыграть партнера. Снова Ионов, стеночка. Снова Миранчук. И здесь только Мануэль Нойер спасает. У Рауша больше успешных отборов, чем у Буатенга. Еще один удар по воротам и 0-3. Это Ерохин делает дубль. Ну, просто такое чувство, что мы смотрим чемпионат мира. И этот кураж сборной России передается в наш ролик, друзья. И снова Ерохин совершенно один. Где-то находится пять футболистов сборной Германии. А он бьет без каких-либо преград. И счет становится весьма крупным. 0-3. Ари с мячом снова играет на Миранчука. Миранчук совершенно один. Но снова находит партнера в центре штрафной. Здесь Ари. Удар по воротам 0-4. Ребята, это просто какая-то невероятная фантастика. Очень здорово. По крайней мере, в нашем ПС-прогнозе Ари вписался в состав сборной. Отличное понимание. С Миранчуком, с Ерохиным, с тем же Ионовым. И здесь снова, посмотрите, стоит оборона сборной Германии. Беспрепятственно бьет Ари. И счет становится 0-4. Сборная Германии в атаке. Прострел. И все. Встреча заканчивается. Наш ПС-прогноз подошел к концу. Сборная России в нем победила сборную Германии со счетом 0-4. Но сразу хочу, ребят, сказать. Это всего лишь ПС-прогноз. И никто не говорит, что матч должен заканчиваться именно так. Вы пишите свои прогнозы в комментариях. Не забывайте поддерживать видео лайком. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо за просмотр. И увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok